Всем привет, друзья! С вами Кирилл, и сегодня у нас на обзоре USB-хаб. Что-то похожее я уже делал вот на таком вот однобаксовом хабе, где удлинял проводок и делал тестирование его скорости. Но здесь у нас всё совершенно по-другому. Фирменный продукт на 4 порта с USB 3.0. Вскроем и заглянем вовнутрь. Что же у нас в этой коробочке? Нифига, как тут всё красиво. Даже изнутри типография в этой коробочке есть у нас проводочек. Очень, ну, очень короткий проводочек. Пакетик без опознавательных знаков. Бумажечка. Ещё одна бумажечка картонная. Инструкция. А инструкция имеет английский язык. Название продукта, модель, материал, цвет, количество портов и тип USB 3.0. Размеры и поддержка вплоть до USB 2.0. Первое впечатление, конечно же, хорошее. Ну, во-первых, коробочка, бренд какой-то. И даже здесь у нас имеется логотип самой компании. Написано Орико. Вот здесь вот непонятно. Вроде как маленькое отверстие. Но я так понимаю, что здесь должен быть светодиод. Каждый у нас USB порт имеет скорость USB порта 3.0. К чему говорю? Да просто когда тестировал вот этот вот USB Hub 2.0. На самом деле сюда у нас он подключается как 2.0. А все выходы у нас работают с USB 1.1. Посмотрим длину провода. Ну, очень короткая. Настолько короткая, что здесь мы его сгибаем и уносим в другую сторону. Тот проводочек, который мы переделывали. И заметьте, что он длиннее где-то аж в 3 раза. USB Hub прошел проверочку. Заметил, что здесь у нас никаких болтиков нет. Наверное разбирается очень просто. Попробуем его поддеть. Ну, очень просто все разбирается. Здесь у нас незамысловатая микросхемка. Обратите внимание, она фирменная. У него очень много выводов. И платка очень цивильная. Кстати, заметил, что дорожки настолько тонкие, что их они даже практически не видны. Разберу, посмотрю, что находится здесь внутри. Очень уж сильно меня распирает любопытство. Очень все плотно собрано. Разбирается, можно сказать, вплотную. Но заметил, что, как и в нашем дешевом китайском, здесь очень плохой пропай. Очень мало припоя. Сильно экономят. Нет, они, конечно, припаяны. Но я бы нанес сюда побольше. Чтобы свет никуда в сторону не уходил. Вот такая вот штучка. Она мягкая. И вплотную должна прилегать к нашему пластику. Как будто бы через какой-то разъем. Здесь у нас 10 контактов. Поэтому вы сами понимаете, что перепаять я его не смогу. Похвально, похвально. Очень действительно хорошо все собрано. И катушечки, и микросхемки, и конденсаторы керамические, и кварц я здесь вижу. И сам чип очень большой. Давайте, наверное, обратно все это дело соберем и попробуем проверить на компьютере. А теперь давайте я вас познакомлю со своим творчеством в панте. Здесь я нарисовал системник, вид сзади. От 1 до 5 я показал номера тестов. И для наглядности тестирования я добавил еще один интересный USB хаб. У него также 4 USB хаба, но 2 из них версия 2.0, а еще 2 версия 3.0. Вот только подключается он у нас не в USB, а в отдельный разъем на материнской плате. Ну а теперь обо всем об этом мы начнем по порядку. В первом тесте мы используем встроенный хаб. Но у него такая система, что эти USB подключаются напрямую к материнской плате. Так как там и нету никакой схемы. Поэтому мы проверяем скорость практически ту же самую, что и из системного блока. Давайте посмотрим, упала ли эта скорость, пройдя через эти провода. Мое первое впечатление – это что за ракета? Ну такую скорость я просто до этого нигде не видел. Ну и пользовался я как правило USB 2.0, а с USB 1.1 даже сравнивать не буду. Хотя нет, буду. Берем мы короче этот старый хаб, который я до этого тестировал, стоит всего 1 бакс. Вставляю его в USB 2.0, так как 3.0 он просто-напросто не поддерживает. И делаю на нем тест. Делаю тест, жду, потом иду есть, мыться. Опять прихожу, продолжаю ждать. Короче тест шел практически всю ночь. По поводу этого старого хаба, давайте я просто промолчу, а вы все и так увидите на картинке. Решил я не дожидаться окончания этого теста, ну и сразу протестировать оставшиеся, а то есть под номером 2, 4 и 5. Под номером 2 очень наглядный тест, который показывает, как работает USB 2.0 на компьютере, в котором также есть USB 3.0. И согласитесь, разница все-таки остается впечатляющей. 35 мегабайт в секунду по сравнению со 193-мя. Тестирование номер 4 и подключаем мы теперь нашу супербыструю флешку напрямую в разъем компьютера. А что касается показаний, то они здесь те же самые, что и у встроенного хаба, который подключается напрямую в нашу материнскую плату. И наконец заключающий, самый последний тест, то ради чего мы сегодня и затеяли это видео, чтобы проверить скорость нашего внешнего хаба. Подключаем, запускаем тест и... Ну выходит, что этот хаб не ограничивает скорости наших USB портов. Не, ну конечно, может они и ограничиваются, но в данном тесте это никак не отразилось. В этом обзоре все без допиливания, ну потому что и допиливать тут нечего. На самом деле провод для удлинения USB 3.0 стоит не так же дорого, поэтому ссылочку вам оставлю в описании. И вот в таком вот виде мы сегодня производили тестирование. Запись у нас велась вот на такую вот флешку с ультраскоростью, подключенной также через USB 3.0. В отличие от дешевого хаба, здесь у нас никаких обманок. Если мы подключаем наш проводочек в USB 2.0, получали здесь USB 1.1, то здесь подключая к USB 3.0, мы на выходе получаем тот же самый 3.0. И при этом скорость совсем не режется. Подключили и все работает из коробки, никаких дополнительных программ нам не требуется. А на этом видео обзор подходит к концу, не забываем ставить палец вверх, подписываться на канал и до новых встреч. Пока-пока. Сильнее? Ну мы-то еще не проверяли. В отличие от этого именитого производителя, который пишет здесь свое название, здесь у нас никакого названия вообще нету. Не название-то легко, но давайте все-таки попробуем. Достать аккуратным способом.